Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай, заявил Алихан Смаилов. Торгово-экономическое сотрудничество он обсудил с секретарем парткома провинции Шаньдун, Китая. Поиск новых направлений и продвижение казахстанских товаров на международном рынке, а также развитие транспортного потенциала – важные вопросы, требующие решения. Затронул вопрос экспорта и президент на недавнем послании народу. Помимо традиционных товаров, большой потенциал экспорта у IT-сферы, говорил президент еще во время послания. Объем, который за прошлый год вырос в пять раз и до конца текущего года, показатели IT-экспорта может дойти до полумиллиарда долларов. Но это не предел. Новая задача правительства – довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов в 2026 году. Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Правительству надлежит внести детальные предложения по этому вопросу. Пристальный взгляд руководство республики обращает и на Китай. Еще в мае, во время своего визита в Поднебесную, Токаев обратил внимание на развитие логистики транспортного потенциала. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель – активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем. «Мы должны пользоваться тем, что рядом с нами такой широкий рынок, как Китай, уверены экономисты. Очень важно налаживать отношения с ними». Имея под боком с общей границей такую экономику, грех не налаживать связи. Это огромный рынок сбыта. Китай – это огромная страна. По населению она стала меньше Индии, но по сравнению с Казахстаном практически в сто раз больше. Это огромный рынок сбыта, которым мы должны пользоваться. О намерении увеличить поставки продукции в КНР говорил сегодня Исмаилов, принимая секретаря порткома провинции Шаньдунь. На нее приходится более 6% всего объема взаимной торговли. И провинция Шаньдунь расположена на восточном побережье Китая и является важным районом сельхозназначения. За прошлый год товарооборот составил 2 миллиарда долларов. И в составе китайской делегации к нам прибыли представители более 100 предприятий провинции. К слову, как сообщил Минсельхоз, первые 1300 тонн нашего зерна были отправлены в Китай сегодня на новом грузовом контейнерном поезде. В целом, с января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Китаем составил 578,5 миллионов долларов. Это на 72,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Гульнар Умарова, Ахмедияр Ильясов, ТДК-42.